Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Евгений Сафронов – писатель, фольклорист, кандидат филологических наук, лауреат литературной премии имени Ивана Александровича Гончарова. Евгений Сафронов расскажет о литературных проектах, а еще познакомит нас со своим творчеством. Итак, слово нашему гостю. Добрый день, меня зовут Евгений Сафронов, я член Союза писателей России, кандидат филологических наук, фольклорист. Вот буквально полтора месяца назад Дворец книги, Ульяновская областная научная библиотека и региональное отделение Союза писателей России инициировали такой интересный проект. Он называется «Ульяновская литература обретает голос», и если так кратко озвучить его суть, местные озвучивают местных. То есть речь идет о таком интересном формате, как аудиокниги. Наверное, не стоит доказывать, что аудиокниги сейчас являются сверхпопулярным форматом. Вот, например, у меня есть друг, он работает в строительной сфере, декорирует стены, и он является большим книголюбом, но при этом он не имеет такой привычки, так скажем, читать текст глазами. Он читает ушами. То есть вот когда он работает, у него есть колонки, у него есть наушники, и он очень много слушает книг в хорошем исполнении, соответственно, своих любимых авторов. И вот таких людей, в том числе моих знакомых, достаточно много. И я приведу только два факта. Вот есть недавние социологические исследования, на основе которых были созданы газетные статьи. Вот в них приводится статистика, что аудиоформат, аудиокниги будут в ближайшее время в России только расти, расти их популярность. И вот достаточно привести такой факт. Один из крупнейших аудиокнижных сайтов Рунета имеет посещаемость в настоящий момент более 2000 посетителей в сутки. Ну, то есть вот как бы масштаб вы представляете. И, однако, и вот в чем как бы пуант, в чем изюминка, к сожалению, в настоящий момент произведения ульянских авторов, они вот фактически не представлены в аудиоформате. И это означает, что тексты местных авторов утрачивают вот эту аудиторию, они не слышны во всех смыслах этого слова. И вот в связи с этим Дворец книги и Союз писателей России предложили решение любой проблемы, оно лежит на поверхности, эффективное решение. Как известно, в Ульяновске и Ульяновской области проводится множество конкурсов, связанных с декламацией, с художественным прочтением текста, в том числе со сцены. И я вышел на участников таких конкурсов, например, у нас уже не один год в Ульяновске проводится, в том числе на базе Дворца книги, такой интересный чемпионат, чемпионат по чтению вслух, который называется «Откой рот». Я предложил его участникам, победителям этого конкурса, вот поучаствовать в роли создателя аудиокниг. И получил очень хороший отклик, вот как я уже говорил, полтора месяца назад проект стартовал, а уже сейчас к проекту присоединились более 20 чтецов, среди них трое профессионалов. И это очень радует, вот в частности, среди профессионалов буквально сегодня была опубликована книга, аудиокнига, ряд коротких рассказов нашего известного ульяновского автора Владимира Кочеткова и путешественника в исполнении Константина Суханова. Это наш земляк, очень известный на общероссийском уровне чтец, исполнитель аудиокниг, ученик нашей известнейшей ульяновской актрисы, не только ульяновской, это Зоя Михайловна Самсоновой. И вот эта книга уже набирает популярность, несмотря на то, что она была опубликована буквально несколько часов назад. И что хотел бы в связи с этим сказать. Вот этот проект, он имеет как бы двойную пользу, двойную выгоду. С одной стороны, вот те начинающие чтецы, которые присоединяются к нашему проекту, они получают возможность приобрести известность, показать свои таланты не только на уровне региона, а на уровне страны и за ее пределами, потому что аудиокнижные сайты являются международными в Брунете. И таким образом, как бы, чтец приобретает в себе имидж, портфолио и известность. С другой стороны, наши местные авторы, их тексты тоже популяризируются. Вот я приведу только такой пример. То есть, если мы публикуем в рамках нашего проекта, на наших ресурсах, на аудиокнижных сайтах, какой-то текст в аудио, в озвучке, он буквально за две недели получает до пяти тысяч просмотров. И не нужно доказывать, что если бы этот текст ульяновского автора был представлен в обычном формате, в бумажном или цифровом, ну, никогда бы он такую аудиторию не получил. И нужно подчеркнуть, что аудитория, которая слушает книги, аудитория, которая читает глазами, это несовпадающая аудитория. Таким образом, мы завоевываем для ульяновских авторов аудиторию, которая никогда бы по-другому не была бы привлечена. И еще вот несколько слов об этом проекте. К нам присоединились партнеры. Это, в частности, Ульяновская областная специальная библиотека для слепых и школа речевого мастерства Людмила Лишенко. Ну, понятно, почему это интересно специалистам, которые работают с людьми с ограничениями по зрению. То есть, таким образом, наш проект приобретает социальный аспект, социальную пользу, потому что люди с ограничениями по зрению получают доступ к произведениям, текстам наших местных авторов. При этом я имею в виду не только наших местных писателей-поэтов, но и краеведов. Ну, что касается школы речевого мастерства, тут, понятно, участники могут попрактиковаться в мастерстве устной речи, литературного языка, как раз участвуя в создании аудиокниг. Я в связи с этим призываю тех людей, которые хотели попробовать создание аудиокниг, декламаторов, чтецов, поучаствовать в нашем проекте. Найти нас легко, достаточно набрать в поисковике «Ульяновская литература влетает голос», название нашего проекта, и первая ссылка будет группа в ВК, и там можно связаться со мной. Проект полностью общественный, бесплатный. И хочу добавить, что стратегическая цель вот этого проекта — это создание масштабной аудиобиблиотеки Ульяновской области. Соответственно, мы хотели бы, ну, мечтаем подать, уже оформляем заявку в фонд президентских грантов на две конкретные цели материальные. Это создание современной аудиостудии на базе Дворца книги, где могли бы записываться на очень хорошем качестве, на уровне качества наши частицы местные для создания аудиокниг. А вторая материальная цель — это создание современного сайта, который вот так и назывался — «Аудиобиблиотека Ульяновской области». Так что присоединяйтесь. Второй проект не менее интересный. Он инициатор те же — это «Союз писателей России» и «Дворец книги». Он называется «Глубинное интервью. Двоеточие писателей-краеведы». Он тоже стартовал не так давно, всего лишь около месяца назад. Его суть заключается в том, что происходит, так сказать, неформальная, глубокая, масштабная, длительная беседа с нашими творческими людьми. Причем речь идет о нетрафаретном интервью, не обычного журналистского формата, а интервью от трех до шести часов, в котором мы как бы вместе с респондентом выстраиваем такое совместное жизнеописание, которое позволяет зрителям и слушателям познать и биографию писателя, и его текст на каком-то новом уровне. Просто у меня есть опыт больших интервью, не журналистского формата. Я участник более 26 лет, участвую в фольклорно-энографических экспедициях. Не так давно, два года, бывал в генеалогических экспедициях по всей России и за ее пределами, когда происходит интервью с семьями, с людьми, многочасовые. То есть у меня есть опыт таких интервью, и благодаря этому создается, еще раз подчеркну, нетрафаретное интервью с писателем, которого, мне кажется, до этого в Ульяновской области не создавались. И уже трое писателей приняли участие в этом проекте. Это Светлана Ивановна Матлина, Матлина Илья Александровича Таранова и вот совсем недавно Любовь Викторовна Попета. Выходит, соответственно, я не случайно сказал, что и зрители, и читатели, потому что вместе с текстом интервью выходит и видеоролик, такой достаточно большой, почти фильм. И, в частности, он публикуется на сайте Уллправда. То есть это наш информационный партнер, спасибо Уллправде и, в частности, редактору Виктории Меметовой, которая поддерживает наш проект. И как одна из таких тоже стратегических целей уже вот этого второго проекта, глубинного интервью, это создание большой книги. На основе вот этих глубинных интервью возможно получится книга, связанная с нашими писателями, краеведами, поэтами. И причем эта книга наверняка обогатит наше литературное краеведение и вообще сведения о писателях, потому что во время такого масштабного интервью понятно, что не все входит в газетные статьи, материал гораздо больше, и поэтому есть поле для действительно создания книги. Вот это что касается, собственно, двух проектов. Если у зрителей и у слушателей будет желание как-то присоединиться к ним, поучаствовать, то мы всегда открыты. Ну вот что касается второй части, вот я уже расскажу немножко о себе и о своем творчестве, причем я напомню, что, как я уже говорил, в 2020 году мы уже встречались в рамках литературной гостиной, и я не буду повторяться, тогда я рассказывал о выходе нового сборника, он еще тогда не вышел, вот сейчас, конечно, уже обрел свое существование, это город У, о нем я тогда подробно рассказывал. Соответственно, сейчас похожая ситуация, у меня, надеюсь, осенью выйдет новая книга, это уже роман, он называется «Камышовый кот», и вот об этом романе и о некоторых других новых текстах уже более маленького объема я и дальше расскажу. Но что касается «Камышового кота», этого романа, такой текст, мне кажется, очень интересный, уникальный. Я, собственно, для того, чтобы написать этот текст, наверное, трудился всю жизнь. Он основывается на 26-летней работе, работе, связанной с экспедициями фольфлорно-этнографическими, а именно с борьей и анализей конкретных текстов. Это тексты, если так обобщенно сказать, связанные с иным миром, с тем светом, с умершими, с контактом с умершими. Это имеется в виду, во-первых, сновидения. Вот у меня есть такая книга, монография научная, естественно, она такая фольклористическая, сновидения в традиционной культуре. Вот, в частности, здесь собраны так называемые рассказы об иномирных сновидениях, в основном записаны от жителей Ульяновской области. Я собирал их много лет, анализировал, естественно, в таком научном плане. И вот все эти видения, переживания во время клинической смерти, в частности, сновидения, связанные с иномиром, вот эти представления, рассказы, они легли в основу романа. Но причем я хочу подчеркнуть, что роман «Камушевый кот» — это не иллюстрация к этим представлениям, это полноценный художественный текст, я бы так сформулировал, с острым детективно-иномирным сюжетом. У меня была задача создать именно художественный текст, так, чтобы, с одной стороны, как минимум это было нескучно, и как максимум это было достоверно. И поэтому это связано с наукой, но опосредованно. Для того, чтобы немножко было представление у зрителей и у слушателей об этом романе, я немножко поспойлерю, то есть расскажу чуть-чуть о сюжете, но совсем чуть-чуть. Вот одна из героинь, Анна Первова, условно говоря, конечно же, она жительница нашей Ульяновской области, но об этом особо нигде не говорится, но в принципе по ряду примет это понятно. Она занимается таким интересным направлением, учащаясь в университете, как туризм, региональный туризм. И она вводит своих клиентов по так называемым аномальным местам в конкретном регионах, где она поживает. И постепенно она приходит к еще одному направлению, которое называется дрим-туризм. Но вот само понятие дрим-туризма и того, как это явление описано в романе, в принципе, я нигде особо не встречал, так что можно говорить, что это идея, в частности, этого романа, и, может быть, она когда-нибудь кем-то будет реализована в реальности. В чем она состоит? Она вводит своих клиентов особого рода, которые потеряли давно или недавно своих близких, вводит их на кладбище и ставит там палатку. И происходит такой феномен, который она называет приватка. То есть ее клиент ночует на кладбище рядом с могилой близкого и, соответственно, видит сны о нем. Ну, так или иначе, это непосредственно на кладбище происходит или после. И таким образом происходит вот этот, знаете, контакт, условный контакт между живым и умершим. Опять же подчеркиваю, что эти все тексты, все подробности, связанные с описанием нового мира, они не выдуманы мною, они собраны на основе тысяч бесед, именно тысяч, потому что, как ни странно, мои собеседники, несмотря на разное образование, разный возраст, разное социальное происхождение, когда они рассказывали о сновидениях, связанных с умершими, они примерно воспроводили одну и ту же картину. Ну, понятно, что это может быть обусловлено культурными стереотипами. В данном случае меня объяснение не интересует, а интересует как писателя сама фактура. И поэтому тот мир, как он представлен в «Камышовом коте», это, конечно, не выдумка, а все-таки это фольклорные тексты, в частности. Это такой сплав индивидуального, потому что сновидения это все-таки индивидуально, и культурного массового, потому что эти сновидения основаны на наших культурных стереотипах. И вот эта завязочка сюжета, связанная с деятельностью Анны, одной из героинь романа, в связи с дрим-туризмом, вот она как бы провоцирует весь дальнейший сюжет. И вообще, если говорить об общем смысле романа, это роман про тех, кто потерял, роман про тех, кто не договорил с умершими, своими близкими, про тех, кто хочет чуть-чуть увидеть дальше. И в то же время, как сказать, мне не хотелось повторять, потому что тема сама более-менее заезжена в многочисленных фильмах, книгах, в том числе голливудских. И мне хотелось именно подчеркнуть реалистичный аспект, то, как это происходит в реальности, не в голове конкретного писателя, художника, а то, как это воспроизводится в нашей культуре, в частности, в том числе, региональной культуре. И вот сплав этого породил такой любопытный, мне кажется, текст, который заинтересует многих, в том числе не только тех, кто интересуется упомянутой высшей темой, но и кто просто любит нескучное чтение, потому что это такой роман с противостоянием, даже с иномерным сражением в финале. Так что при этом роман, Камышовый код, который выйдет осенью, он будет представлен, понятно, в бумажном виде, в цифровом и обязательно в аудиокнижном. Возвращаясь к предыдущей теме, роман уже озвучивает мой друг и профессионал, Павел Половов, который уже занимался озвучкой моих текстов, в частности, в его исполнении в сети есть роман, который называется «Экспедиция бабушки оффлайн». Достаточно успешная по комментариям многочисленным, его озвучка понравилась, так что вот как бы в продолжении Камышовый код тоже будет представлен. В этом виде. Я, наверное, немножко прочту из этого романа, чтобы, наверное, опять почувствовать стиль, понять, как происходит собственно прикосновение к этой теме уже в текстовом виде. Буквально фрагмент небольшой из Камышового кота. Да, про Виталику теперь. Есть понятие «детская дружба», ну, типа того, на горшках вместе сидели, во дворе в одной песочнице возились, в один класс бегали. А если родители у одного из приятелей переехали на другую улицу, так и забыли, как кого зовут. С Виталькой не так. У меня до сих пор его образ в глазах светловолосый, даже ресницы светлые, губы улыбаются. Один вихор с правой стороны никак не приглаживается, хоть так клеем его присобачивай. Он считал себя ужасно умным, да и правда таким был. Все библиотеки в округе его вотчина. Учился стройки на четверку, а читал за поем. Жюль Верн, Дюма Старший, Борис Полевой, Гайдар, Стивенсон, Эмилио Сальгари не читал. Блин, дикий ты человек, Петька, ни черта ты в жизни не понимаешь. Давай я тебя хоть просвещу. И просвещал. Он пересказывал мне сюжеты самых интересных книг, которые проглатывал будто удав, а я слушал его, раскрыв рот. У нас было два штаба. Один в подвале Виталькиного дома, другой на пустыре, куда свозили строительный мусор. Там у нас разворачивались рыцарские турниры, поиски сокровищ, приключения пиратов и путешествия на воздушном шаре. Затем мы половину из Виталькиных рассказов воплощали в игры. Так, смотри, вон та бетонная труба, мой корабль. Я чур Дон Борехо. Ты выплываешь на фрегате из-за тех кустов? Пли, черт побери, пли изо всех орудий. Я сам хочу отрезать бороду у того капитана. Мы могли сражаться с испанскими стражевыми кораблями до позднего вечера. В одно августовское утро Виталик вызвал меня из домашнего плена. Эта его фразочка означала крик на весь двор напротив нашего окна. Петька, давай выходи. Отец мой не любил этого и ругался. Я вывалился из подъезда, а он весь взъерошенный, как воробей, тут же опрокинул на меня новость. Слыхал? Старшики на трамваях прицепом катаются. Подсаживаются у старого депо и вперед. Это тебе не на свалке в пиратов играть. Ты со мной? Что за вопрос дурацкий? Конечно, с тобой, Виталик. Я хочу первым отрезать бороду у капитана. Потом я много раз слышал из открытой форточки его крик «Петька, выходи!» Но уже не бросался к окну. Знал, что на самом деле никого там нет. Ну вот, как бы, там происходит такая своеобразная катастрофа. Виталик погибает во время вот этих покатушек на колбасе. Это так называется у трамвая. Место, где прицепляют. И, соответственно, Виталик, поскольку они не доиграли, не договорили, ну, начинает ему являться в таких своеобразных видениях. И вот с этого у главного героя, романа Камышева-Кот, начинается такой своеобразный интерес к иномерным сновидениям. Главный герой там Петр Николаевич Цейтлин. Он психиатр еще с советских времен, как бы в переход в наше постсоветское время. И вот у него этот долговременный интерес к иномерным сновидениям переходит в своеобразное исследование и к нему обращаются главные герои Камышева-Кота, чтобы преодолеть, победить некую силу, которая с ними пытается сконтачить из того мира. И вообще, как бы здесь, в том числе, в Камышевом-Коте обыгрывается вот эта известная идея, что излишняя тоска по умершему может привести к своеобразной катастрофе, к истончению границ между тем и этим миром. Это как бы основной текст из новых Камышева-Кота. Я расскажу немножко о менее масштабных текстах, это вот нескольких рассказов и повести из новых, которые были написаны за последние годы. Некоторые из них, кстати, вышли в журнале «Симбирск». В частности, буквально упомяну о повести «Богадельня». Она сейчас, кстати, тоже озвучивается, и причем озвучивается именно в рамках нашего проекта, о котором я говорил. Ульяновская литература облетает голос, и как раз за озвучку «Богадельня» взялся известный актер Константин Суханов. Вот «Богадельня», наверное, в ближайшие полтора месяца появится, в том числе в аудиоварианте. Она пока нигде не опубликована. «Богадельня», буквально о ней нескольких слов, основана на рассказе медсестры, которая в свое время работала в Доме престарелых, в герметологическом центре. И вот то, что она увидела изнутри, вот этот мир, почти вселенная, в которой живут пожилые люди, оставленные своими родственниками, и инвалиды, в том числе, вот как бы изнутри. И, конечно же, это там же моя любимая мистическая составляющая, которая тоже не выдумана, а основана на рассказах, в том числе и обитателей этого герметологического центра. Что касается рассказов, ну вот тоже неизданный рассказ, пока что он издан только в звуковом виде, «Некроткая вода», может быть, когда-то он появится, в том числе и на страницах журнала «Симбирск». Вот буквально об интересных источниках этого рассказа. В свое время от моего друга, учителя Михаила Гершоновича Матлина, ныне покойного, я услышал такую историю. Он был знаком с нижегородским фольклористом, музыковедом, у которого было весьма любопытное увлечение. Я вообще люблю людей, у которых увлечение нестандартное. У него очень крутая, хорошая, звукозаписывающая техника, соответственно, как у музыковеда. И он занимался тем, что записывал звуки заброшенных помещений, заброшенных домов. В том числе, ему удалось... Один из опытов таких, мне кажется, очень интересных, он записывал в доме заброшенном, где когда-то по слухам жил колдун. И вот в итоге ему удалось на ночь оставленная аппаратура выявила какие-то повторяющиеся шепоты, что-то типа молитв. Вот такая история меня зацепила, и она срослась, вошла в сопряжение с другим моим впечатлением, а именно, когда мы ездили с моими друзьями по Архангельской области, мы наткнулись на такое грандиозное сооружение, это заброшенный завод в Архангельской области, такой остов металлического завода, наполовину закрытого. Его покорила вода. То есть, почему его не достроили? Потому что там они пробили какую-то жилу водяную, и он почти наполовину погрузился в воду. Это такое действительно необычайное визуальное, аудиальное зрелище. Когда подходишь к нему, вот он как бы, точнее, даже подплываешь, этот завод издаёт звуки различного типа, перешёптывания, перемигивания, особенно, конечно, поражает в вечернее время. И вот эти два впечатления, рассказ Михаила Гершоновича об этом звуковом инженере, о музыковеде, и вот впечатления от этого завода, они срослись, и получился рассказ «Некроткая вода». Мистический вот о встрече об увлечённом человеке, о человеке, увлечённом саундом, то есть вот этой звуковой атмосферой, которая записывает всё везде, начиная от звуков на гулянках до звуков воды. Вот он отправляется на этот заброшенный завод, и вот что получается, там можно узнать из рассказа, пока рассказ представлен на всех площадках в аудиоформате. Ещё один рассказ Тоши Святоша, он должен выйти в августе на страницу журнала «Симбирск». Это уже совсем другое. Это, как и всегда, почти все мои рассказы и поиски романа основаны на реальных впечатлениях. Рассказ этот сложился, возник в результате журналистской встречи с старшим подом, который одновременно являлся священником. Я думаю, что он является и сейчас. И вот это интересное сочетание такого несоединимого священника и старшая по дому зацепило меня. И вот возник этот рассказ Тоши Святоша. Он небольшой, тоже озвучен, кстати говоря. Я просто скажу буквально одно предложение об этом рассказе. Тоши Святоша – это своеобразный такой городской святой. Потому что вот есть привычные образы святых, в том числе сельских или в житиях представленных. А это городской святой, который не ужился, не прижился к городским джунглям. И несмотря на то, что он вроде бы имеет такую профессию, вернее призвание или общественное призвание как старший по дому, он пытается врасти в этот мир, но его выбрасывают из этих джунглей и выбрасывают, получается, вообще из нашего бытия. Такой светлый образ Тоши. Я надеюсь, что в части читателей он приглянется, понравится. Я могу зачитать буквально небольшой отрывок из этого текста. Так, сейчас, секундочку. Чтобы тоже, ну, наверное, почувствовать стиль этого рассказа. Стеклянное пламя свечи чуть-чуть отодвинуло темень, сплетение труб с левой стороны заиграло, ожило и зашевелилось, будто они потревожили змеиное логово. Фонарик в старом Ноке у него давно накрылся и поэтому обходились тем, что есть. Полулитровый банк с пшеном, в котором торчал толстый агаршик свечи. Только бабки могли такое придумать, ей-богу. У нас тут света нет уж лет пять, в тысячный раз говорил его гид, учительница-пенсионерка и здешняя активистка Зоя Федоровна. А запах, запах, слышите, Анатолий Александрович, невыносимо просто. Это мы еще до апогея не добрались. Апогей начался с коротких досок, деревянных мосточков, перекинутых через черное нечто. Розило от влажной черноты жутко. Тоша еще раз попробовал уговорить провожатый пустить его вперед, но старуха была непреклонна. Дескать, ты человек новый, а я тут каждую встречину-поперечину изучила. Некрепкие ноги Зои Федоровны гнездились на зыбкой опоре, и свет в стеклянной банке затрепыхался, как гибнущий мотылек. Может, дальше не пойдем, а? И так все понятно, предложил Тоша и тут же пожалел об этом. Чего боишься, что ли, Александрич? Пойдем, пойдем, я тебе все наши красоты покажу, над чем мы живем и чем дышим. Ты думаешь, я тебя первым экскурсию здесь провожу? Ха-ха-ха. Это ее басовитая ха-ха-ха было нечем крыть, и потому через пару секунд он тоже ощутил под ногами колеблющуюся деревянную плоть. Отво не мутил, но не мог же отступить, что бы люди-то сказали. На выходе из подвала его ждала пара стременных друзей той самой Зои Федоровны. Вот то есть вот как бы вот этот поход, кстати, вот эта сцена, она абсолютно списана с реальной, то есть когда я работал в одной из газет Ульяновской области, связанной с ЖКХ, вот как раз мы путешествовали по подвалу с бабушками, как раз вот с этим пшеном с стеклянной банкой. То есть вот я зачитал, чтобы ощутить стиль. Вообще хочу подчеркнуть, что несмотря на может быть какую-то серьезность темы рассказа, стиль у меня часто ироничный. Все-таки мне кажется, что у нас жизнь богата, и она должна иногда не только как бы печалить, но и забавлять. И вот самая ирония, наверное, одна из составляющих моего стиля. И, пожалуй, еще один рассказ, такой достаточно крупный, он тоже озвучен, и он был опубликован на странице журнала Сибирск, по-моему, в 2022 году. Он называется «Истинная сторона». Тоже связан с реальными впечатлениями. в частности, я несколько лет работал с московской фирмой, такой достаточно серьезной, которая занимается генеалогией, то есть родословными, и посещал многие регионы России, и был за рубежом, и интервьюировал семьи, которые интересуются своей родословой. И вот этот интерес к семейной истории и в соединении с другими моими впечатлениями породил этот рассказ. Он, представьте себе человека, который дожил до пожилого возраста и почти не интересовался историей семьи. Вдруг он приобретает этот интерес, едет куда-то в село, там, где его жили предки, и он открывает о себе такое, что переворачивает его полностью, в том числе и на уровне физиологии, мировоззрения, и, безусловно, этот рассказ тоже связан с быличиками Ульяновской области, в том числе рассказами об оборотнях, то есть то, что я записал на территории нашего региона. Благодарим Евгения Сафронова за участие в нашей программе. Желаем успехов в новых проектах и начинаниях. В журнале «Симбирск» номер 4 за 2024 год читайте рассказ Евгения Сафронова «Тоши Святоша». Желаем нашему гостю вдохновения, добра, новых книг и всем вам, дорогие друзья, всего самого доброго. До новых встреч! Редактор субтитров